Здравствуйте, Александр Викторович. Спасибо большое, во-первых, что согласились на нашу такую авантюру. Здравствуйте. И действительно, первый вопрос, который будет интересовать, мне кажется, все, кто будет нас смотреть, это то, как мировая архитектурная индустрия заполучила такого специалиста, как Рыб. Вот как так получилось, что вы вошли в эту профессию, прыгнули? Ну, я могу сказать, что вошел я совершенно случайно, потому что я считаю, что есть таких три глобальных повода, чтобы стать архитектором. Ну, первый глобальный повод, я весь в отца или в мать. Второй глобальный повод, я люблю рисовать, я люблю изображать. И третий, звучит красиво. Это больше касается, правда, девочек. Потому что очень, поверьте мне, что по окончанию институты, многие люди, физики, лирики, дипломаты, очень любят говорить. Это моя жена, она архитектор. Понимаете, да? Ну, я вот как раз по второй причине, я с детства любил рисовать. Я сам москвич, но периферийного образования. Я из Сокольников. В то время Сокольники был не центром Москвы, это была одна из окраин. Поэтому я, если можно так сказать, воспитанник столичного секонд-хента. Ну, например, Галич Александр поет песню у некого драматурга на Гоголевском бульваре. Девочка маленькая записывает это на магнитофон. Потом отдает своей подружке, та переписывает, потом у подружки есть друг, друг переписывает. У него есть тоже друг, который живет уже дальше от центра, он переписывает. Ну, и ко мне копия доходила Галича, где-нибудь Илья Хунжавы. Она доходила где-нибудь уже там в шестом, седьмой копии, где надо было иметь рядом человека, который слышал хотя бы третью копию, чтобы он рассказал мне, какие слова звучат на самом деле, хребят из... На рентгеновском сентябре? Да, не на рентгеновском, на бобинах. А, на бобинах. Были, да, были такие всякие кометы. Мы не этого входы. Поэтому, условно говоря, я был человек, если взять меня так, мою семью, я представитель нетворческой интеллигенции. Отец у меня военный с театральными наклонностями, потому что вначале он поступил в театральное училище, потом там была определенная история, война и прочее, прочее. Он уже кончал военное училище. Ну, а мама закончила московские полиграфические. И в данной ситуации осуществование в архитурном институте я даже особо не подозревал. В принципе, я знал, что я буду по жизни рисовать. Скорее всего, и меня всегда тянуло иллюстрировать книжки. Но потом где-то случайно в классе девятом. Как-то я сообразил, что если есть архитектура, то нужно этому обучать. Поехал, поступил на поднадавительные курсы. Не буду скрывать. Занимался с педагогами по рисунку и по черчению, как полагается. Ну, и поступил в московский архитурный институт. С первого раза? С первого раза. Я думаю, в чем-то даже была случайность. Потому что, в общем-то, оценки были не отличные и не идеальные. Но я прошел по баллам, и все нормально. А вот вы просто, на самом деле, если проследите абсолютно всю вашу карьеру до сегодняшнего момента, вы же, на самом деле, вы абсолютно лидер. У вас уже в институте были какие-то лидерские задатки? Вы вызывали людей на что-то? Вы, может, были каким-то ярым активистом? Нет. Или такого не было? Я вообще, ну, мы меняемся по жизни. Мы меняемся по жизни. И вообще-то на меня, как ни странно, произвело очень такое сильное впечатление, некая повесть Михаила Юрьевича Лермонтова, составляя одна из составных частей героя нашего времени, фаталистов. И вот мне как-то я понял, что это мое, да, что они попробовали влезть в окно, да, и пьяный казак будет стрелять, если пуля пройдет мимо, значит, сегодня не мой день. Ну, поэтому, в этом плане я всю жизнь не прожил. Печоревская романтика? Ну, она начиналась с романтики, потом перешла в реализм, потом все реализм, да, и так далее. И я никогда, условно говоря, никуда не лез, но если предлагали, я никогда не отказывался. Вот так, если можно сказать. Вы не искали на ключе нахождения, вы не бежали? Нет, нет. И я могу еще что сказать. Конечно, была история в архитектурном институте, которая меня сделала очень быстро взрослым. То есть, ну, еще я пришел мальчишку, мне 17 лет, соответственно, весь восторженный, весь романтик. А это время было довольно непростое, потому что вход наших войск в Чехословакию. Такое, соответственно, значит, мои старшие товарищи, старшие братья, они сразу все как-то приуныли резко. Вот, потому что свобода-свобода, а потом раз и вроде как не совсем. Ну, а мы еще съездили на втором курсе на картошку и выпустили, как нам казалось, очень веселую газету, которую посчитали антисоветской. И я имел целый год счастья вместе со своими семью, друзьями, выслушивать слова, привозить на такие, что мы хуже врагов народа и так далее и так далее. К счастью, к счастью, я, опять же, не буду скрывать это с помощью наших родителей, нас не быкнули из-за института, но я очень быстро повзрослел. Я очень быстро повзрослел. В первую очередь, учился в некоторых случаях молчать. В некоторых случаях молчать. И вообще-то я очень люблю, я из семьи хоть и военного, но дети военных делятся на две части. Те, которые тоже становятся военными, или те, которые, в общем-то, это не очень любят. Как от армии брать? Ну, приблизительно так, приблизительно воротит. Но, в конечном счете, то, что я из семьи военных, меня привело к моим некоторым хобби. Я люблю фалеристику, я люблю униформу, я люблю военную историю и так далее. Ну, я просто говорю, да? Вот этот план у меня как бы прозрел. А вообще-то позиция моя всегда была немножко стоять в стороне. Я даже, когда вот сидим, я всегда стол ставлю немножко по дому. Я вот не могу быть в строю. Я не могу быть в строю. И я никогда не был таким особо активным. Не, я был очень веселый. Я был очень веселый. Участвовал во всякой самодеятельности. На сцене прыгал. Вот, выпускали. Ну, под один раз газеты выпустили газеты, потом уже не выпускали. Но иногда вот я чувствовал, что что-то не то идет. Что-то не то идет. Что-то не получается. Вот здесь я врубался, и мы вместе там уже делали там что-то. Но я не могу сказать. Я думаю, что для того, что последующий мой жизненный путь, если бы это сказали в институте, все долго бы смеялись. Все бы долго бы смеялись. Слава Богу, все закончилось хорошо. Ну, буду надеяться. Я, во-первых, не закончился. Ну, имеется в виду та конкретная история. Да, конкретная история закончилась хорошо. Она не совсем закончилась хорошо. Потому что я лет 10 после этого был невыездным. Кругли в комсомоле? Да, я был комсомоле, конечно. После истории из газеты? А? После истории из газеты. Ну, у нас там правда шуточки те еще были. Про Китай, про Чехословакию. А? Это просто студенческая инициатива? Это был... Мы просто... Мы приехали из Картошкина. Мы были очень веселые. Там и барабан. Это из рода поменяли Карвалана на правтого хулигана? Ну, хуже. А. Я не буду сейчас вспоминать. Нет, ну, вот такой... Юмор был очень жесткий. Вот. И, соответственно... Мы этого даже не понимали. Ну, что, 17 лет? Мы не понимали. Но я на 10 лет стал. В общем, я первый раз выехал в соцсетях. Ну, когда мне было уже 28 лет. Поэтому, да, немножко это, конечно, повлияло на мою какую-то дальнейшую судьбу. Но, в принципе, в первую очередь на меня это повлияло. Бывает, да. Да, была история такая, потому что, благодаря... То есть, из-за этой газеты в институт поменяли ректора. Ушел замечательный Николаев. Пришел замечательный Соколов. Поменяли Порт-Перро. Поменяли Погрештова. Соколов отпишется на Кудрявск. Ну, да, совершенно правильно. Человек, с которым я познакомился, раньше всех студентов, получается. Ну, кроме тех, кто... Я был с ним знаком с детства. Потому что он архитектор, который работал то ли в хобитате за границей. И вот он как раз приехал в страну. И когда нас, как слово-то подобрать, не знаю, расспрашивали, как мы дошли до такой антисавидчины, я как раз попал... То есть, нас распределяли по разным людям. Я попал как раз к нему, совершенно незнакомому человеку. Очень такой мягкий, спокойный. Кстати, который довольно рассудительный. И он был один из тех, кто, в общем-то, сказал, что нам владеть во врагов народа, когда мальчишкам по 17 лет. И вот оказалось, что я ректора, но его ректора узнал раньше, чем в весендестве, узнал, что он будет ректором. Вот так вот и случается. Вот такими образом только так же и происходит. Да, да. То есть, будет риск. Да. Если сейчас вспомнить студенчество в Мархеи, любили свободное время проводить в черной комнате? Я не знаю, что это за черная комната Мархеи. У вас еще не было? Не было. Ну, то есть, она позже появилась. Вот. Ну, если мы немножко отойдем непосредственно от вашей молодости и перейдем в какие-то более зрелые годы, конечно, безусловно, всем интересна та информация, которая связана с вами, когда вы находились на посту главного архитра города, и когда я проводил некий общий опрос людей, и почему-то почти у всех возникало одно слово-сочетание. Маск-проситель. И, на самом деле, Александр Викторович, у меня как-то такой вопрос, который скомпилировал. Сейчас ему говорили, нравится, не нравится, нужно, не будет. Но там подобному мегаполису нужен. Почему там и почему так? Ну, во-первых, это, к сожалению, не относится ко мне. Я сразу говорю, это просто как бы немножко люди стали забывать, кто что, что делал. Это было немножко раньше, перед тем, как я стал главным архитектором. Я стал главным архитектором в 96-м году. А идея и начало освоения Москва-Сити началась в 92-м году. Это Леонид Леонид Васильевич Павакин, мой предшественник. Но если говорить про конкретных исполнителей, это, конечно, Борис Тхор. Борис Иванович Тхор. Человек очень восторженный. Вот он как раз романтик на всю жизнь. Из старших братьев, что называется. И именно он предложил эту идею. И второй человек, который хотел назвать. Это Вячеслав Николаевич Арджиникизе. Замп мэра по иностранным делам, всем по связям. Вот они душу туда вложили. Они душу туда вложили. Поэтому моя задача была просто уже продолжить эту работу и ее реализовать. С точки зрения выбора места, могу сказать, что вообще-то выбор довольно скорбный. Довольно спорная. Но, потому что, вы знаете, есть два типа возможного выбора места. Первое. Выбирается на сегодняшний день наиболее приспособленная точка, которая наиболее хорошо связана с городом. И тут, например, если вспомнить Алексея Лебросовича Кутнова, Петрова Фазумовского он любил, текстильщики, более окраинные точки, но где есть или пересечение метрополитена, или железная дорога, или еще что-то. Второй, тоже известный в мире, будем говорить, способ, это когда, наоборот, композиционно выбирается место, а потом вся инфраструктура ведется к нему. Вот, видите, это как раз второе такое, да? Почему? Значит, ну, Москва-рега, хоть она и маленькая, она всегда была композиционным центром построения всего города, одним из. — Визуализация была в целом составляющем? — Да, 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 и, соответственно, и визуализация, но не готовое функциональное наполнение этого места. — Функциональное, да. — То есть его там совершенно... — Есть пара. — Но, с другой стороны, там был какой вопрос, это была мерзкая промзона, занятая в основном объектами строительной инфраструктуры, такими как бетонные узлы, склады и так далее, и так далее. — Бараки, которые, да, это знаменитый Тестовский поселок рядом, и поэтому с точки зрения, ну, как бы, если плюсы говорить, первая территория центра города стала расширяться в этом направлении, именно как центр города, потому что сейчас происходит дальше, это уже просто жилые районы располагаются, да, а это как бы развитие пятна, да, именно общегородского центра, то, что и делают столицу столицей. Ну, это первое, я считаю, да. Ну, а второе сейчас уже туда подошло две ветки метра, будет еще третье ветка метра. Малое кольцо железной дороги заработало в пассажирском режиме, то есть как раз сработалось через, представьте себе, с 92-го года, и приблизительно сколько лет прошло, когда инфраструктура набрала свою. Давайте не будем забывать, да, что за это время было два кризиса, там, дефолты, там, и прочее. Страна была разобрана в состоянии? Да, да, это было, надо видеть было и помнить, что было в то время в стране. Поэтому в данной ситуации, еще раз, мне не нужны, я люблю коскусить, сразу хочу сказать, мне пришлось много поработать вместе с Геннадием Сиротой, который был ученик Бориса Ивановича Тхора, и отбивать многое, то, что не появилось там. И главная задача, которая, я считаю, к сожалению, сейчас это немножко меняется, но я всегда старался, чтобы оно осталось компактным, чтобы вот это высотки, они не распространялись дальше. Мне это удавалось сдерживать, сейчас немножко уже высотки стали выходить за габаритами изначального сити. Что мне нравится еще в сити? Оно более современное, чем многие другие подобные объекты, в том числе и в Европе. Медидаунтауны подобные, да? Да, да, но если даже братья Лондона, или даже Париж в первую очередь, то в первую очередь связано с тем, что там есть жизнь круглосуточная. Все первые даунтауны строились как чисто офисные здания. Извините, как в Лондоне и само сити лондонская. Да, там здесь появилось понятие апартаменты, появились гостиницы, и жизнь закрутилась там круглосуточно. То есть та же самая проблема была в Яйце Нармана Фостера? Совершенно правильно. Ну, Яйце Нармана Фостера отдельная ситуация. Я был на открытии Яйце Нармана Фостера, причем с английской королевой, и поэтому... Да, да, да. Граммут был в лажатор того, что он сериал. Да, да. И в данной ситуации я считаю, что хоть Собянин называл Москва-Сити градостроительные ошибки предыдущего правительства, я считаю, что это не так. И в настоящий момент есть спорные вопросы, как в любой ситуации. Ну, например, не всем нравится, что когда ты едешь по Калининскому проспекту от центра, Украина встала теперь на фоне Москва-Сити. Вот это наиболее спорная вещь, которая возникла. Все остальное, я не считаю, время сняло. Я считаю, две вещи на сегодняшний день в Сити недоработаны, и мы не справились сейчас, пока на это внимание обращают. В таких комплексах очень важен пятый фасад крыши. У нас были предложения, как это замаскировать, потому что если вы сейчас заберетесь на любую башню, посмотрите вниз, вы увидите, что тот многофункциональный центр, который есть по центру, он на крыше уставлен всякими вентиляциями, прочее, 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 и совершенно. Точно так же, когда ты смотришь с верхних точек, то, что есть пока вокруг сети, соответственно, не вызывает желания спуститься вниз, пойти погулять. Не во все стороны. В спальне районе? Да. Нет, там промзона пока еще. Там с одной стороны идет застройка, а дальше идет промзона, которая сейчас строится в жилье. Которая сейчас строится, на мой взгляд, в странное жилье. И вторая ситуация, как ни странно, да, вроде сейчас замостили всю Москву, но вот первое, где это надо было сделать, конечно, в Москва-Сити. Там полное несоответствие, условно говоря, уровня благоустройства, уровню архитектуры. То есть в таких местах все должно, знаете, вот каждый угол должен, а каждый угол должен бояться обрезаться. Понимаете? То есть, ну, современная архитектура, она требует высочайшего качества. Ну, я не буду говорить, что не во всех башнях, будем говорить, самые лучшие стекла там в мире и так далее, и так далее. Но это уже зависело от застройщиков, от периодов кризисов и некризисов и прочее. Поэтому я считаю, что, как и вы, в каждом городе такое место должно быть. Мне очень нравится, что еще в этом месте. Люди, которые там работают, они даже по другому одеваются. Понимаете, да? Диктует дресс-код. Ну, Александр Викторович, вот смотрите, почему вообще заодно вообще, почему я взял эту тему просто так? Потому что, вот, во-первых, я опубликутирую на город моего знакомого архитектора из Израиля, который, когда в Москве сказал, что такое интересное видение. В Москве же, на самом деле, но после 91-го года случилось много бум. Автомобильный бум, офисный бум, бум-бум-бум на буме просто. У нас как-то государство и страна просто в едином параметре строилась в глобализацию. Ну, просто за секунду. И, безусловно, на спаситель производит впечатление, вот, на людей, особенно на иностранцев, то, что вот бац-бац-бац не было, ну, что появилось, и бац-бац появилось, ну, и так за секунд, как гребница. И в этом появляется иллюзия такого, знаете, немножечко небольшого торопления. Ну, как и вообще, в принципе, вся вот подобная... Ну, я с вами соглашусь. Но вы понимаете, вот, если говорить про время ушло, каждому мэру и каждому главному архитекту достается свое время. Времена не выбирают, в них живут и умирают. И был момент, когда надо было рвать. Наша главная, я считаю, задача, которую мы выполнили, мы превратили европейский большой-большой-большой провинциальный город в современный мегаполис. Но со всеми его недостатками. И сейчас, например, Сергей Семенович, да, он как будто слизывает то, что мы или не успели сделать, или не хватило чего-то. То есть он сейчас наращивает мощь транспортной системы, он занимается благоустройством этих территорий и так далее, и так далее. Да, рывок был. Но без этого рывка, вы знаете, вообще считают, наш менталитет советский, я так скажу, не знаю, может, вы немного подназначены другие, был в том, что мы всегда очень хорошо умели работать к праздникам. Вы понимаете, да? Вот к празднику, к Олимпиаде, не знаю, к фестивале молодежи, к чемпионату, это у нас все всегда, все, понимаете? Мы не умеем нормально жить каждый день. И мне даже кажется, было довольно смешно, что Юрий Михайлович, понимая это, он каждый год устраивал праздники. Каждый год он устраивал праздники. Например, начнем там, да? Праздник Человозьев? Нет, 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 глобальные праздники, глобальные праздники. Например, 850 лет Москвы. Вот извините, к 850 лет Москвы была уже готова и Манежная площадь, и многие другие объекты, они были готовы. То есть, появилась первая пешеходная зона в центре города, у меня за остановки для автобусов, я имею в виду, Манежная площадь, и так далее, и так далее. Следующий праздник, который пошел сразу в слезайте, ну, нет праздника, ну, нет праздника, понимаете? Была придумана детская олимпиада, причем всемирная, с приедом самаранчо, и так далее, и так далее. Но, к сожалению, в 98-м году ударил кризис, и, как бы сказал Юрий Михайлович, он сказал, дети же не понравятся, что они такие у них родители, козлы. Поэтому единственный праздник, который мы будем делать, будем делать детскую олимпиаду, но уже не так будем красочным, потому что 850 лет Москвы это весь город был заполнен людьми. Это был, правда, праздник-праздник. Был сделан праздник. Дальше, конечно, уже вообще милое дело, да? Юбилей Пушкина. Извините меня, 99-й год, да? Значит, опять же, была реконструкция, проведена музея Пушкина, не имени Пушкина, а Пушкина на Причистенке. Ряд других событий произошел. Замечательный был, кстати, праздник. Конечно, тоже доходило до маразма. Без этого не можем. Вот, как-то я вспоминаю, там было, ну, как-то, кто что придумает, Юбилей Пушкина. И пришла такая заявка от Матичинского стрельбища провести соревнования по стрельбе с пистолетом. Ну, то есть, знаете, как у нас все это бывает. Ну, дальше вообще шикарно. На одну сторону поставили темники, на одну сторону блондинов. Да, да, да. Ну, после этого вообще шикарно. Начинался новый век. Понимаете, да? То есть, мы его праздновали два раза. Понятно, да? Мы его в 2000-м праздновали. В 2001-м. Ну, в 2001-м. В 2001-м праздновали то, что не случилось конец света. Ну, да. Ну, то есть, короче, два года. И вот это понимал прекрасно. Поэтому вот эти рывки, которые вы говорите, они в нашей крови. И вот любой процесс, который затягивается, он у нас по энергетике начинает гаснуть. Понимаете? То есть, про него как бы немного забывают. Это становится интересно. Кстати, сидите, тоже был такой момент. Я не буду говорить причины, потому что это не моя жизнь. Но был момент, вот сидя рывками шла. Ну, во-первых, из-за кризиса. Во-первых, кому кризис, кому мать родная. Потому что, например, когда работал сначала, первые все интересанты Сити, это были иностранные фирмы. Когда ударил дефолт, появились наши мальчики, капиталы группы, мир с группой. Мы были главным человеком. Да. Они перехватили инициативу на себя и сделали. И российского трампа мы называть не будем. Так что, в данной ситуации, я говорю, Сити, это и очень интересная история. Это замечательные люди, которые участвовали. Я считаю, мы добились результата. Надо довести их немножко. Это очень правильно сказали, на мой взгляд, потому что я, на самом деле, и хотел, чтобы это сказали, чтобы мы эту тему не поднимали. То, что, безусловно, когда вы вступили в собственную должность, главный архитектр города, ну, страна, что греха таить, была в разобранном состоянии. Ну, что греха таить. Вот. И, в принципе, вот как вы сейчас сказали, то, что Сергей Семенович, он доводит город уже до определенного вида. Есть же у вас такое ощущение, что вы делали вещи необходимые, которые для города были необходимы, а Сергей Семенович уже дополнительные, которые там обязательные, они уже, знаете, подлизывают. Мне не хотелось сказать подлизывать. Для меня, значит, вот я тут недавно участвовал в одном, как это называется-то, когда спорят две команды, не команду, в дебатах, да, на День строителя, там как раз Менни, министр строительства придумал такую ситуацию, как бы, будем говорить, новаторы и традиционалисты. То есть традиционалисты – это я, это Михаил Пасохин, это Николай Шумаков, ну, и молодежь была, там Стрелка и прочие были от молодежи. Ну, и хочу сразу сказать, что для всех не было неожиданно, что традиционалисты выиграли, и голосование – 78 за, и, соответственно, сколько там осталось против. Да. Вот. Потому что, мне кажется, немножко разный подход. Вот. новаторы, они тут почему-то считают, что как раз вот благостроительные работы, это и дает городу то благо, то благо, да, которое вот необходимо. И если для Москвы это совпало, то когда, извините, это благо приносится в какой-нибудь, не знаю, даже Зарайск, где нет мест приложения труда, где люди, да, в общем-то борются за каждую копейку, то это немножко вызывает другую реакцию. Потому что для меня всегда в градостроительстве вообще смысл, вот опять же смысл, да, вот здесь тоже надо понять, для чего все-таки мы архитекторы. Ну, во-первых, наша беда архитекторов на сегодняшний день, мы очень сильно отодвинуты от власти. В свое время, когда-то, и вообще, извините, я скажу крамолу, но при диктатурах, не в зависимости от того, будь это самодержавие, будь это культ личности, архитектор всегда рядом с властью. Но нет ли здесь минуса, то, что при диктатуре архитектура навязывается? Вы знаете, еще раз, я не верю в эти слова про навязывание. Ну, во-первых, давайте так вспоминать, что, как правило, самодержавцы, это люди очень, они люди очень высокого уровня культуры. Можно привести примеры? Ну, да кого угодно возьмите. Кого угодно возьмите. Подождите, я пока говорю про самодержавие. А, про царей. Любого царя, хоть Николая Первого Палочника, кого вы не возьмите, у кого был учителем Карабзин, у кого был учитель Спиранский, не говоря уже о другом. То есть люди, любой из них, с точки зрения уровня культуры, был немного другой, чем правители, которые пошли потом. И в данной ситуации в них уже было заложено, что есть специалисты, которых надо слушать. Я вообще очень не люблю, когда архитектор начинает варить. Я бы на самом деле хотел по-другому построить. Но вот этот, который там мэр, он меня заставил, знаете, вот при этом, руки ему крутили, там и так далее, вот и башенку эту поставить, или еще что-нибудь там. Это не я. Но если не ты, откажись и не делай, в конечном счете. Вот сварить свою слабость, или даже свое вкусовое предпочтение, которое немодное на других, к сожалению, в людях нашей профессии есть. А если здесь Сталина, например, извините, то как раз у этих людей без образования, вот именно у того, будь это Сталин, будь его окружение, у них было уважение к специалистам. Вы не забывайте, что мы, давайте вспомним, они не учили инженеров, как строить и яки, или танки Т-34. Нет, они не учили, но не давали определенный график. Это другой вопрос. Извините, мы только что про скорости говорили. А в то время в стране было тоже не совсем в порядке. Я сразу не хочу. Давайте вот не будем сейчас там про культ личный, все это мы все прекрасно понимаем, знаю, знаем, что это такое, что это трагедия и прочее. Просто сейчас мы не об этом с вами. Потому что если мы с вами сейчас уйдем в эту тему, то тогда, говоря про развитие Москвы, да, мы не сможем сказать то, что, извините, да, лагеря, да, все дела, но Москва была обеспечена водоснабжением за 5 лет и настолько, что до сегодняшнего дня воды хватает. Понимаете? Мы как раз, когда мы с вами включаем, мы же не вспоминаем эти события правильно или в туалет идет. Поэтому не будем путать эти два понятия. Те люди, они понимали, что они без специалистов не могут. И вот, да, кстати, кто был ближе всех, тем больше всех и досталось. Мы даже их фамилии, я не помним. Те, кто непосредственно дачи делал там и так далее. Но если брать всего остальное, или эту архитектурную, она же вся выжила. Она вся прошла через это время. Вот. А потом, когда начались панельные дела все, панельные дела, Хрущев, вот и в этот момент архитектора отодвинули, борьба с излишествами, туда встал строитель. Намерто встал строитель на все годы застоя между властью и архитектором. А потом, когда наступил, отодвинул строитель еще бизнесмен, который находится сейчас рядом с властью. То есть мы, если брать шахматы, сейчас пешики. То есть когда-то мы были условно почти королем, левый, потом мы стали офицерами, да, ферзями там, а сейчас мы пешки. Есть, да, совершенно правильно. Это зависит уже от каждой личности. Игорь Михайлович, не могу вас не спросить. Вот разрывает меня, на самом деле, потому что, опять же, цитирую, вот, интериал, для всех вопросов, а не цитаты. Спрашивает человека, кто городской преступник? Все называют однофамилию. Сэритей. Вы, конечно, вопрос. А где это был вопрос, который, опять же, даю вам, заходил, затем не я. Ко мне подходит девочка, очень милая и хорошая, хватает за другие. Зачем он пустил Церетей в гору? Зачем он пустил Церетей в гору? Зачем он пустил Церетей в гору? Как вы можете? Ну, давайте так. Во-первых, в первую очередь, что я хочу сказать. Журам Константинович очень обаянительный человек. Безусловно. Петр Первый так не должен быть. Да, не только Петр Первый. Многие деяния, которые он сделал. Ну, и давайте так порассуждать. На самом деле-то, если всю историю про Церетей вспомнить, то это один Петр Первый в Москве. Ну, еще Стелла. А она что, раздражает? Меня? Нет. Вот, это первое. А во-вторых, кто автор Стеллы? Церетей. Церетей или скульптор. Кто автор Стеллы? Поэт Вознесенский. Вознесенский? Да. Он же архитектор. Да, безусловно. И в данной ситуации, извините меня, с точки зрения, будем говорить, фаллического тотема, который возник, это идея архитектора Вознесенского. А уже исполнение в бронзе, что называется, да, из русских и грузинских букв, это, соответственно, Церетей. Ну, и к тому же, извините, я, кстати, очень горд тем, что в свое время, бывающим мальчишкой, мне удалось этот стелл сдвинуть с улицы Горького, Тверской, вот туда, на грузины. На края. Да. И там место, она совершенно нормально стоит. но это полагоничная. Ой, господи, что вам все стеллы нравятся, которые в мире стоят, одни лучше, другие. Но она хотя, она имеет свое какое-то лицо. вот, есть еще жертвы, там, есть еще памятник жертвы Великой Отечественной войны. Клоуны на противо церковь. Ну, что, замечательные клоуны. Я еще раз говорю. Замечательные клоуны. Пенял очень край. Замечательные. Понимаете, не надо привязываться вот к, привязываться к фамилии. Есть Петр Первый. Ну, извините, в данной ситуации, да, в то время и мэр был и так далее, и так далее. Причем, опять же, я уверен, вот мы, как вам сказать, мы очень часто бываем неискреннее. Мы очень часто бываем неискреннее. И у нас есть вещи, которые, знаете, у молодежи особенно это часто проявляется. Вот это модно не любить. Понимаете, вот это модно. Об этом нельзя говорить хорошо, тебя посчитают. Да, да, ренегатам. Понимаете, вот... Ренегатам могут легенды почитать. Да, поэтому в данной ситуации я уверен, что очень многому количеству людей Петр нравится. Но говорить об этом неприлично. Мне, если честно, я могу сказать, я это и церетериям говорил, мне не нравятся пропорции определенные и так далее. Но место оно Москвы не испортит. Оно Москвы не испортит. Причем, один раз я водил одного очень знаменитого архитектора. Не помню, у кого уже, честно, в этой истории. У меня было довольно много встреч. И мы с ним, когда вышли на мост и стали смотреть на Петра, а за Петром такие трубы торчат. Ну, соответственно, Красный Октябрь, и прочее, Господи, говорит, смотрите, Петр за ним целая флотилия, мощь России. На мой взгляд, само начало, да, почему Петр в Москве, тут словно говоря, да, ну что, ты не любил Москву, если честно. Ну, подошел юбилей 36-летие флоту, что Церетели вышел с инициативой, причем, опять же, вышел к нему он. Есть такой анекдот даже на эту тему. Почему Петр Первый настоящий москвич? Потому что только москвич на патрулидачу только поганом месте ну вот приблизительно, да. Поэтому в данной ситуации, и, кстати, инициатор не Церетели, он перехватил идею Кербеля, если честно. Вот. Ну, это тебе Мамонтам расскажет. Поэтому в данной ситуации я отношусь к человеку, Церетели человеку этого времени. Человеку этого времени. А вот это более? Совершенно однозначно. Причем, не той эпохи, которая называлась перестройка, а этой эпохи, начиная с Оттепелем. Ведь во время Оттепелем он был довольно молодым, то есть просто молодым и довольно популярным скульптором, который делал очень смешных зверушек, всяких панно, яркие, цветастые, такие, знаете, лиду прям какой-то российский. Ну, а дальше пошло-поехало, я же не говорю, ну, у нас с ним отношения непростые остались. Ну, отношусь я к нему с уважением. Поэтому, знаете, ругать, вы знаете, лучше всего в нашей стране ничего не делать. Вот тогда тебя ругать не будут. Когда ты что-то сделал, построил здание, поставил скульптуру, не знаю, сад посадил, есть повод для критики. Поэтому, если вы хотите, что вас не полоскали, сидите дома и ничего не делайте. И полосите для других. самое интересное, что мне тоже пропорции его не нравятся, но при этом район и музеон, я уже не могу представить, где он не может. Вы понимаете, даже если его музеон, это очень интересное место для формирования определенного нового ансамбля. Ну, сколько вы мне говорите, я прошел через это, но дом художников вряд ли он кто-то очень любит. Хотя, был момент, когда была идея его снести, была целая группа молодежи вокруг, которые вдруг сразу стали говорить, что это произведение 70-х годов, и у нас там носился соответственно и наш цинитя в то время, не буду фамилия называть, модные архитекторы вечно молодые. Особенно у меня потрясало, это было так все красиво, я шел как раз на встречу с жителями, а сотни девушек, сотни девушек молодых мазали себе губы помадой и целовали зимой бетон. этого здания, прощаясь как с любимым объектом. Это было так красиво, все очень. А на самом деле, вы посмотрите, какое интересное место. Самое страшное, что было сделать, это не допустить в 90-е годы там строительство жилья. Вот отбивали мы со страшной силой, там были очень сильные наезды, ведь о главном архитекторе часто надо судить не то, что построено, а то, что он не дал построить. Но это знает только он само его окружение. Вот этот участок, постоянно хотели застроить жилье. Во-первых, парк в то время еще не разросся, это была практически поляна, где торчали отдельные саженцы. Парком Горького? Да, его никто не считал, его даже москвичи не считали парком Горького в то время. потом появился человек, который, к сожалению, уже ушел из жизни, он все это придумал. Его вытягивали оттуда. Значит, вот как сейчас это бывает. В то время это был, условно говоря, нелюбимый сквер. И поэтому очень много желающих, еще люди, я не буду, опять же, называть фамилии, люди, которым вам в голову не привезли, они могли это предлагать. Поэтому, ну вот если бы мы хотели сделать там комплекс авангарду, то есть пять башен, ну, одна из них там Эстер, одна из них там Кандинский и так далее, и так далее. В конечном счете, был очень неплохой проект Эгерата, который чуть ли не начали делать. Дело в том, что если вы посмотрите внимательно на это место, оно нигде не вступает в борьбу с основными историческими памятниками Москвы. Оно как бы такое, знаете, спрятанное и за излученной реки, да, и окружена застройкой Якиманки, высокой практически, да, там где-то президент-отель, красные дома, и очень хорошо смотрится именно с точки зрения Крымского моста. Переходит в Баловную площадь. Да, понимаете, то есть она спрятана и в принципе, поэтому были у нас такие попытки там было сделать. И поэтому я считаю совершенно точно, понимаете, еще Москва очень город забавный, в отличном время от Питера, потому что я считаю, там питерский, то архитектор, да, ты должен перед тем, как проектировать, одеть белую рубашку, завязать бабочку, одеть чуть ли не смокинги, после этого там не нарушить памятник всемирного наследия, какими говорится, центр Питера. А Москва, она очень веселый город, она очень многое съедает, она вызывает какие-то вещи, а потом все привыкают и считают, что без этого быть. Поэтому я считаю, что с вами убрать сейчас Петра, это убрать одно из интересных мест Москвы. Любимых, нелюбимых не имеет значения. Мне другое все не нравилось, то, что, например, ну, вот на литературу, которая заложена, да, ну, извините, например, не может Петр стоять на рострах российских кораблей, потому что вы знаете, что рострах всегда, это нос корабля противника, который отрубался, из которого растральненная колонна складывалась, и, соответственно, извините, он стоит на рострах, а там Андреевские флаги. Причем, мы говорили ему, и я, и Англевский такой был человек, в культуре Москвы, я имею в виду в комитете, да, да, конечно, конечно, нельзя, нельзя, ну, и пошло дальше. Поэтому в данной ситуации я могу сказать, это очень интересная личность. Во-первых, она дала столько поводов молодожи, молодежи Москвы, понимаете, выходить на митинги, против там, когда привезли первую ляжку Петра, когда люди, правда, увидели, ходили, смотрели там, в эту ляжку может Жгуль проехать, понимаете, и уж ты это поставим, там гелем на возник, там много всяких историй веселых. Насчет веселья. Да. Нам стало было такое интересное эту тему. Передавленный вопрос, который сряд проводил очень многие москвичи хотят жить в своих котелях. По сути говоря, если говорить очень грубо, хотят, чтобы очень большая часть Москвы достала внести районных художников, как на Сокре. Вот, вопрос такой. Есть ли у Москвы будущее одноэтажного города? Конечно, уже нет. Потому что единственное, что возможно, ну, во-первых, в ближайшие, не знаю, там, 100-150 лет про это можно просто забыть. Если вы хотите поменять образ жизни, решайте в другие города. А что, возможно, это сделать в Токио, возможно, это сделать в Шанхае. Нет, подождите, просто в чем вот разница в Шанхае я с вами согласен, что, например, Токио, вот, например, берем пример в Северс-Санжелесе. В принципе, просто... Он другой в Северс-Санжелесе. Он абсолютно совершенно другой. Но в Токио как раз большой, довольно-таки людей, небольшоество, более-таки живет, опять же, на однозначной застройке. Давайте так, можно вот про Токио отдельно? Пожалуйста. Вот не дай бог нам сравнивать себя с Токио. Токио это даже уже не город, и слово эггломерация я не люблю, на мой взгляд. Я не знаю, почему, мне кажется, она устарела. Это город, который сожрал себя дважды. Понимаете? Вот был исторический город Токио, то есть такие вопросы, как санитарно-защитные зоны, как понятие уважения к человеку, там просто этого не существует. Нет, там ничего этого не существует. Вот был город, была вот такая сетка. Потом пришел капиталистический Токио, сверху бах, другую сетку. Вот как угол остался, понимаете, как в Париже, да? А после этого пришел третий Токио, и когда ты живешь на пятом этаже, и у тебя вот двух метров от окна идет эстакада, а тебе, говорит, не хочешь, не живи, или мы тебе даже доплачиваем. Они движутся твои гиги. Еще раз, поэтому я бы сразу говорил, это другой подход, это совершенно другой подход. Я считаю, это мое личное, я не знаю, не проверял, но я одно могу сказать, понимаете, когда наши лидеры начинают сравнивать себя с Японией, я считаю, нужно привести приблизительно несколько цифр. Ребят, проверить потом цифры, я могу на память все забыть. Россия, 17 миллионов квадратных километров, Токио, около 400 тысяч квадратных километров, 300 тысяч. Япония, 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 так? У нас население в стране 147 миллионов человек, у них 138. То же самое, понимаете, то же самое. У нас плотность в стране 0,8 на гектар человека, у них, сами посчитайте, нельзя подходить. Причем, мне кажется, четко, мы должны не забывать, японцы по-настоящему любят свою историю, они по-настоящему любят свою природу, они сами себя обеспечивают сельским хозяйством, и поэтому зоны строительства, они снизили до минимума, до минимума. Мне кажется, они отдали под заклан, отдали города. Понимаете? Но сохранили свою культуру, сохранили свои пейзажи, фудзиямы и так далее, и так далее. Там и население, да, такое просто. Там никогда не было и пятидесят. Практически. Понимаете, в чем дело? Понимаете, в чем дело? Поэтому в данной ситуации нельзя сравнивать себя с такими делами. Точно так же, как нельзя сравнивать себя с Лаусанджи на совсем другую историю. Вот. И в данной ситуации, ну извините меня, да, когда-то Сокол, поселок замечательный, Творцов был загородом вообще-то. В декретуле не было. Да, извините, он был построен загородом. В это время не было Москвы. А представьте, теперь я знаю просто, как людям там живет сейчас. У меня есть там друзья, у которых там еще дедушки, бабушки, там какие-то правабушки получали свои честки. И извините, им не позавидую. Просто вот самое страшное в этом вот все же. Вот банально, вот летишь, например, ты над Сиднеем, над городом, который за 10 лет с полутора миллиона вырос до 5-ти минут. Самый крупный город Австралии. И вот ты видишь, что 5-ть миллионов просто как масло на хлебе размазывало, так в огромной территории, он больше Москвы бы разбирал. А теперь 15-ть миллионов размазывает тут, мы тогда Питер накатились. Совершенно правильно. К тому же я считаю, что вообще борьба за территорию, вот если взять московскую агломерацию, как вы сказали, а я взял московскую область, вот так, да, московский регион, давайте назовем, то мы должны сейчас уже спасать не то, что с точки зрения застроенности, спасать то, куда мы еще не дошли. Вот там надо жесткий режим. Потому что, извините, уже 17-й этаж, этажный дом появился и в Можайске, и в Сергеево-Пасаде, и недалеко от Новороссальевского монастыря Выстри тоже уже там, дай бог себе, кварталы, полонки вещей. Мы сейчас должны, как бы, условно, историю ЛПЗП, которая была при советской власти, переносить дальше и закреплять, чтобы этот образ жизни, панельный, бездумный, он не шел дальше. Любое проживание в Малоэтажке, здесь же опять, понимаете, это все должно было быть законодательно закреплено. Вот такой пример, опять, да, из жизни, которую вы видели и он не единственный, да, в 90-е годы у некоторых людей появились дети. Я не говорю про миллиардеров, я говорю про людей, которые пошли в бизнес, архитектору, у которого были заказы, они решили поменять свой образ жизни. Они построили себе коттеджи за Москву, не обязательно большие. Они хотели жить на природе и так далее. Прошло 10 лет и рядом с ним построили 17-этажные дома. Вот я считаю, что вот отсутствие градостроительного законодательства в некоторых случаях на уровне закона, оно никогда не позволит людям жить в той среде, которую они платили. Которую они платили. Вот поэтому здесь есть эти вопросы. Поэтому, если ты хочешь жить нормально, поезжай в новый город Доброград, который строится в Владимирской области. Вы знаете, есть некоторые темы, которые я не люблю обсуждать. Особенно те темы, которые в том числе и если можно так сказать, дали мне решимость уйти в отцепку. Понимаете, есть вещи, которые никакого отношения к градостроительству не имеют. Вот административная граница никакого отношения к градостроительству не имеют. Понимаете, да, есть другие параметры у города строительства. Время у нас. Давай, я пять минут еще. Да, Максимально быстро следите, можете развернуть. Давайте первым, который у меня вообще был Ленина, надо похоронить? Я считаю, да. Я считаю, да. Вы знаете, я только что был в Туркменистане. Забавная страна, очень интересная, но не будем на эту тему. Там есть мавзолей первого президента. Мне кажется, вот мавзолей первого президента, да, но президент и его семья похоронены в земле. Понимаете, да? Они похоронены в земле, стоят плиты, и мы по галерее второго этажа ходим и смотрим. Понимаете, мавзолей тоже, первый президент. Я считаю, что это, да, извините, я был не только комсомольцем, я был коммунистом, пока была КПСС. И, несмотря на это, я считаю, что это однозначно надо сделать. Но при этом, конечно, должен быть сохранен мавзолей. на своем месте это гениальное сооружение, я считаю, вы очень много ругали последнего, я вообще, у меня в цикле лекций для студентов есть отдельная история про мавзолей, поэтому я не хочу говорить, это гениальная вещь, потому что, я вам одну вещь все-таки скажу, вот представьте, делали объект, чтобы похоронить лидера новой страны. Видели вы те проекты, которые были предложены, кроме Щусевского? Видел. Просто они брали на себя всю композицию Красной площади. А на мой взгляд, Щусев даже материал подобрал такой, это здание, во-первых, он четко пальто подчеркнул ее композицию, а во-вторых, это здание привидения, иногда его не видно. Вот есть как осветитель, оно сливается со стеной, есть точки, где он четко берет на себя, есть точки, ты приходишь на Красную площадь, ты не обращаешь внимания, главным остается Василий Блоков, Блаженный, главным остается исторический музей, стена Кремля, спасение, и так далее. Он растворяется, но когда надо, он становится величественным на первом плане. второй вопрос. Второй вопрос, в общем, такой, какие были бы ваши последние слова, если бы прямо сейчас вас на казе вели? Ну, спасибо мне, пожалуйста. Ну, я четко знал бы, что я в этот момент не думал бы о своей профессии, это однозначно, а на личной теме мы с вами договорились не разговаривать. А, хорошо. Вот третий вопрос, и мы, в принципе, завершаем. Есть ли в мире город, который вообще есть примером, эталоном природостроения? Я считаю, что нет. Я считаю, что во многих городах есть очень много хорошего, но, например, взять и перевести город куда-то невозможно, потому что хороший город, он всегда привязан к тому месту, где он возил. реальный город. Реальный город, нет, опять же, понимаете, в чем дело, я считаю, что нет идеального образа жизни. Есть люди, которые выбирают всю жизнь по вертикали, кто живет в Москва-Сити. Есть, как вы сказали, кто-то хотят уехать куда-то жить. Поэтому в данной ситуации вот брать просто какой-то... Ну, и во-вторых, давайте не будем забывать, что во времени вкусы меняются, да? Ну, если вы меня спросили по лет, предположим, 30 назад, я сказал, сразу, не задумываюсь, Париж. Например, да? Ну, во-первых, за это время и Москва поменялась, и Париж поменялся. Причем Париж поменялся не в лучшую сторону, мягко говоря, да? И уже я не могу это сказать. Что мне, например, нравится в Париже подходы, да? Это то, что они умеют делать новые, уничтожая старого. Они уже старое уничтожили в 19 веке. Барон Осман там как надо прошелся. Вот. Это вообще отличие французов. Они успевают сделать то, что нельзя потом. Они говорят всем, они сначала делают, потом уже это становится модой. Это становится модой. И в данной ситуации то, что они умеют, извините, даже любой объект, который возьмете, возьмете, в этом беду, он же спрятан, в принципе, да? как бы на втором половине находится, ну и так далее. Там много библиотек, которые двинутся и так далее. Тот город, который я сразу скажу, что я его не воспринимаю в данной ситуации, это Лондон. Для меня он город, который съел смысл. Нью-Йорк я не был. Я не был просто в Нью-Йорке, поэтому я не могу говорить. Не был, не был. Я не был этих континентов, поэтому я не могу сказать. Я вообще такой, знаете, домосед европейский. А чем по ней? А? А чем по ней? Ну наверняка. А старше является быстро. Это точно, да, как тоже была шутка такая, да, почему, говорит, это, да, под Москвой, который стоит дороже, чем около Лондона. А там, когда дальше? Ладно, спасибо большое. Хорошо. Вы получили большое удовольствие. Надеюсь, вам было приятно. Да, да, спасибо ребятам.